Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Норжакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Уход с работой по собственному желанию Акимов города и области не освободили их от ответственности за нарушение закона. В 69-й раз День города отметили металлурги Тимиртау. Идет подготовка к 70-летнему юбилею. Бывший Аким Караганды Мирам Смогулов сидит в изоляторе временного содержания. Его задержали и этой ночью. Мирам Смогулов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, что 24 июня этого года Мирам Смогулов оставил должность по собственному желанию. Акимом Караганды он стал осенью 2012 года. До этого он занимал пост начальника областного управления строительства. Был первым заместителем Акима города Сарани. Сегодня, по предположению следствия, Мирам Смогулов незаконно поручил директору местной строительной компании ЮТЭКС сделать ремонт своего дома. Деньги были отнюдь не из своего кармана. Вернее, их вообще не было. Ремонт производился за счет самой строительной фирмы. Стоимость ремонта составила около 5 миллионов тенге. В течение трех суток бывшему градоначальнику предъявят обвинение и санкционируют меру пресечения. Сегодня, 2 октября, состоялась очередная сессия областного маслехата, на которой с отчетом выступил глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Он отметил, что нынешний год ознаменован важным событием – визитом в Карагандинскую область главы государства Нурсултана Назарбаева. Как известно, 22 августа президентом страны запущены две новые железнодорожные магистрали Жесказган-Бейнео и Аркалык-Шубарколь. 30 августа два новых производства в рамках карты в индустриализации – ТО «Изоплюс» Центральная Азия и ТО «Бемер Арматура». Кроме того, проведено большое совещание, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития области. По отдельным направлениям прозвучала довольно жесткая, но вполне справедливая критика президента. «В настоящее время мы работаем над всеми критическими замечаниями, озвученными главой государства на данном совещании», – сказал глава региона. Затем он остановился на основных вопросах развития области, на задачах которой предстоит решать до конца года. В области формируется 8% валового внутреннего продукта страны, годовой объем которого составляет 2 триллиона 634 миллиарда тенге. За 8 месяцев текущего года отмечен рост основных показателей социально-экономического развития к уровню аналогичного периода 2013 года, в том числе в промышленном и сельскохозяйственном производстве, малом и среднем бизнесе, строительстве жилья, в торговле. Улучшились показатели и в социальной сфере. В ближайшей перспективе планируется реализация ряда крупных проектов, в которые будут привлечены иностранные инвестиции. Эти проекты имеют высокий уровень передела и инновационную составляющую. Ведутся подготовительные работы по запуску Жасказганского медиплавильного завода. Также планируется загрузка действующих и запуск новых производств, увеличение плановых параметров и портфеля заказов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за 8 месяцев 2014 года отмечен рост основных показателей социально-экономического развития области. Так, объем промышленного производства составил 101,3%. На 3,1% вырос объем продукции сельского хозяйства. Количество активных субъектов малого и среднего бизнеса составило 57 600 единиц. В то же время имеется тенденция снижения объема поступлений в государственный бюджет к уровню аналогичного периода прошлого года. Местными органами власти принимаются меры по выявлению дополнительных резервов по поступлениям в местный бюджет, отметил Акимобласти. Одним из основных резервов роста является государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития. В целях увеличения инвестиционной активности в регионе реализуется 80 инвестиционных проектов карты индустриализации. Акимобласти также остановился на таких вопросах, как прохождение отопительного сезона, обеспечение населения качественной питьевой водой, ремонт жилых домов в рамках программы модернизации ЖКХ, строительство и ремонт автомобильных дорог, работа транспорта, сфера телекоммуникаций, повышение статуса государственного языка, укрепление законности и правопорядка, а также на других актуальных вопросах развития региона. Принимаемые меры по социально-экономическому развитию, безусловно, способствуют укреплению стабильности общественно-политической ситуации в регионе. Эта работа строится в соответствии с задачами, поставленными главой государства в послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее», – сказала Акимобласти в завершении отчета. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – «Галвин» Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система «Профиль Галвин» Профиль «Галвин» 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка – серия «Эксклюзив» Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль «Галвин» морозостойкий, надежный, прочный К другим новостям Одно из страшных заболеваний – рак Всего в Казахстане на 2014 год состоит на учете более 146 тысяч больных раком В Караганде со 2 по 3 октября проходит казахстанско-германский симпозиум на тему инновационной технологии в онкогематологии На котором ученые будут обмениваться опытом по борьбе с онкологическими заболеваниями В настоящее время заболеваемость злокачественными новообразованиями продолжает увеличиваться во всем мире С этой глобальной проблемой нужно бороться и не дать вирусу распространиться За последние 25-30 лет темп прироста заболеваемости раком в мире превысил годовой темп прироста населения Ежегодно в Казахстане выявляется более 33 тысяч новых случаев заболевания раком Если говорить о статистике, то что можно сказать От различных видов рака в возрасте от 65 лет и старше практически умирает каждый пятый человек Это очень высокие цифры Конечно, причин очень много И одна из главных причин это и неприверженность здоровому образу жизни Это и особенности нашей экологии Всего в республике на 2014 год состоит на учете более 146 тысяч больных раком Для нашей численности населения это очень большая цифра Ежегодно от рака в Казахстане умирает порядка 14 тысяч человек Из которых 42% длится трудоспособного возраста Онкологические заболевания являются одними из первых причин смертности не только в Казахстане, но и в мире Сегодня будут представлены некоторые методы профилактики начальных стадий заболевания Относительно проявления раковых заболеваний Примерно та же самая ситуация распространения как в Казахстане, так и в Германии В рамках конференции запланирована работа по разным направлениям Диагностика и методы лечения Актуальные проблемы детской онкологии и гематологии Вопросы поддерживающей терапии и палеоактивной помощи при гематологических и онкологических заболеваниях В 80% случаев такие заболевания можно излечить, выявив на ранних стадиях развития Но плохая осведомленность жителей порой становится страшным и необратимым диагнозом Заболевания встречаются и у детей Год в первичных больных с онкологическими заболеваниями у детей где-то около 600 Значит из 600 детей, 140 детей это дети с острой лекемией Остальные 450 где-то это дети с соленными опухолями Целью конференции является обмен опытом и консолидация усилий ученых и клиницистов В области диагностики и лечения гематологических и онкологических заболеваний Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский Городу, который называют трудовой родиной президента, исполнилось 69 лет Город металлургов Тимиртау отметил свой день рождения Праздновать дня города началось в этом году с танцев на трассе Это главная особенность 2014 года В флэш-мобе «Тимиртау. Лучший город земли» приняли участие около полутора тысяч человек Затем молодежь собралась в колонны и двинулась по проспекту металлургов по направлению к стадиону К ним присоединялись жители города Впереди колонн несли флаг с юбилейной датой – 70 лет В следующем году столько исполнится Тимиртау На стадионе металлург собрались горожане на праздничный концерт, в котором принимали участие творческие коллективы города Все происходящее транслировалось на огромных экранах 69-ю годовщину отмечали как подготовку к главному юбилейному торжеству в 2015 году Тимиртау исполнится 70 лет Начало приближения этой даты отметили поднятием флага с юбилейной цифрой Аким города Тимиртау Нуркен Султанов и секретарь городского маслехата Василий Сверидов Торжественно подняли юбилейный стяг В 69-й день рождения организаторы праздника подвели итоги конкурса песни о городе – хит юбилейного года Около 50 авторов подали заявки с песнями о Тимиртау в отдел культуры на казахском, русском языках Шли долгие споры, но на суд зрителей вынесли только 4 песни Именно зрители и должны были определить лучшую, которая зазвучит в полный голос и станет символом 70-летия Тимиртау Выбор зрителей пал на песню Татьяны Дуборской, которую исполнила Жанна Хасенова Род мой, я в тебя влюблена Ты стоишь сред степей в полный рост Над тобой я всю жарче луна Все красивее рост и безроз Ты милее других восток раз И твои не погаснут огни Трудовою ты слава и богат Ты известный весна для тебя Аким Тимиртау поздравил Татьяну Дубовскую с признанием горожанами ее песни и вручил ценные призы Но и другие авторы отобранных песен не остались без внимания и без подарков Прошло не так много времени Из небольшого поселка появился такой большой индустриальный город Город славных традиций Город многонациональный Где всегда царит мир, дружба и согласие Город молодежи и спорта И мы родились в этом городе Мы любим свой город И мы гордимся, что мы тимиртаусы Город Тимиртау обязан комбинату своим рождением 1 октября 1945 года поселок Самаркандский получил новый статус и новое имя Став городом-металлургом Тимиртау Что в переводе с казахского языка означает «железная гора» В декабре 1957 состоялась торжественная закладка первой доменной печи 3 июля 1960 года здесь был выдан первый казахстанский чугун Эта дата считается днем рождения металлургического комбината Ветераны Тимиртау это люди, которые соединяют прошлое и будущее В один неразрывный поток времени Именно 50 лет назад Мартеновский цех дал свою первую плавку И участником этой исторической плавки был Сатыбалды Ибрагимов Хочу пожелать вам, потомкам этих солеваров, домичков, коксохимиков, агломератчиков Пожелать вам здоровья, благополучия Пожелать этому городу большого будущего Чтобы этот город свел, расцветал Как в этой песне поется город славы и доблести Концертную программу продолжило выступление Романа Кима и артистов Караганды А также финалиста телепроекта «Новая волна-2014» Популярной казахстанской группы «Джегитс» Завершился праздник ярким фейерком Сергей Высокосов, Бахия Руспанов, Первый Карагандинский Ученики как корабль в Большом океане А учителя это ветер, направляющий их на правильный путь Преподаватели гимназии номер 39 рассказали нам о том, каково это быть источником знаний Школа – это второй дом, одноклассники – вторая семья, а учителя – вторые родители Помнится, как с нетерпением ожидали и с ума голову бежали на урок физкультуры Эти 45 минут, наполненные эстафетами и различными играми, наверное, являются самым любимым предметом для многих учеников Нурхат Ташкеев – преподаватель физкультуры в гимназии номер 39 Нурхат Ташкеев говорит, что в свои школьные годы любил посещать спортзал По этой причине он решил стать учителем физической культуры Преподаватель физкультуры рассказал о том, как важно быть тем, кто следит за физическим здоровьем детей в школе Если смотреть со стороны, то физкультура кажется предметом легким, но это не так С каждым учеником надо заниматься персонально, выявлять его сильные стороны И ответственно относиться к состоянию здоровья ребенка Самое главное в жизни – это полюбить свое дело Но Хреддину Ажамагуль уже 28-й год с большим удовольствием знакомит своих воспитанников с великими произведениями казахской литературы Свой путь она начала в 1986 году в Джазганском колледже по подготовке учителей Она с удовольствием вспоминает своих первых преподавателей, которые вдохновили ее стать на этот путь Моим первым преподавателем была Лязата Манжулова Я до сих пор помню ее методы обучения Будущей школьницей я уже мечтала стать преподавателем И вот в 28 лет я являюсь учителем Быть учителем – дело тонкое Глядя, как эти два учителя преданы своему делу, можно точно сказать, что учитель – это не профессия, а призвание Ануар Сидрахим Кайрат Рашидов, Бахтя Роспанов, Первый Карагандинский Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным и творческим В преддверии профессионального праздника работников образования в Караганде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя С поздравлениями в адрес учительской общественности выступил Аким города Караганды Нурлана Убакиров С детства учителя дают нам знания, с которыми мы идем по жизни Они формируют личность человека, учат быть добрыми и отзывчивыми В Караганде работают более 7 тысяч талантливых, преданных своей профессии педагогов Из них более 100 молодых специалистов Дорогие учителя, ветераны педагогического труда Сегодня в этом зале собрались самые лучшие представители благородной профессии Все вы посвятили себя прекрасному делу Каждый день даете новые знания нашим детям Открывается для них новый мир Учитель преподает самую сложную в жизни науку Вы человеком В ходе торжественного мероприятия Аким города Нурлан Аубакиров Вручил ветеранам педагогического труда почетные грамоты, благодарственные письма И юбилейные медали к 80-летию областного центра Мы еще до сих пор работаем Вкладываем свои возможности, свою силу Чтобы дальше развиваться Дальше была, как бы сказать, наша система образования Завоевывала всегда первые места в республике С музыкальными поздравлениями выступили солисты концертного объединения имени Кали Байжанова Вокальная студия Бостургай, Дворца детей и юношества А также хоровой коллектив Кингдала, колледжа искусств имени Татимбета Лариса Хусынова, Олжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Мы вновь на вершине Карагандинские кикбоксеры дали нам еще один повод гордиться карагандинскими спортсменами Наши земляки вернулись из России, где проходили международные соревнования по кикбоксингу С медалями, заняв при этом второе место в общекомандном зачете Уже не в первый раз мы встречаем наших спортсменов в статусе победителей Одним из таких, для кого соревнования в России стали триумфальным, стал Шингас Кусаин Спортсмен остался доволен уровнем проведения соревнований и хорошей подготовкой своих соперников Шингас уже не в первый раз становится победителем различных соревнований Но такая планка покоряется ему впервые Округленный победой спортсмен теперь мечтает о покорении Олимпийских игр В планах у меня и дальше поднимать ввысь флаг нашей страны Я доволен своей победой и мотивирован впредь стать победителем Олимпийских игр Среди призеров оказалась и представительница прекрасного пола Айдана Гани имеет за своей спиной большой опыт выступления А также побед на международных и республиканских соревнованиях Занимается кикбоксингом пять лет Является мастером спорта Республики Казахстан Теперь в копилку личных достижений молодой спортсменки Добавилась и бронзовая медаль Кубка мира Моя мечта – стать чемпионом, достичь больших высот Хотелось бы, конечно, быть как Серик Сапиев Знаменитым, известным на весь Казахстан, на весь мир Чтобы обо мне знали не только мои родные, не только мои сверстники Чтобы знал обо мне весь мир, чтобы мною гордились, чтобы... Хотелось бы оправдать надежды своих родителей Гордость родных, поднятие государственного флага на международной арене и эйфория от победы Все это стоит того, чтобы часами проводить изнурительные тренировки Надеемся, что наши спортсмены и дальше будут радовать нас своими достижениями Карагандинские хоккеисты порадовали болельщиков победами В чемпионате высшей хоккейной лиги Сарарка обыграла Ангарский Ермак А в рамках чемпионата Республики Казахстан Карагандинский Беркут переиграл Астанинский Намат В чемпионате страны в ледовом дворце Карагандарены Матч между хоккейными дружинами Намат и Беркут вышел результативным Почти в каждый период забивалось по две шайбы Лишь в заключительной части игры гости не смогли повторить успех Исход встречи 6-5, победа за нашим клубом Беркут А в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги Подопечные Алексея Фетисова встречали гостей из далекого Ангарска В хоккейном матче уже во втором периоде установился окончательный счет 3-2 В пользу Сарарки Сергей Елизаров, Олег Ломака и Егор Шастин записали шайбы на свое имя Следующий матч Сарарка сыграет 5 октября в Орске против Южного Урала Это все, о чем мы хотели вам рассказать Спасибо, что были с нами Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 Всего доброго, Мансау Болгстар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова